Всем привет, с вами Мимико, и это продолжение Pinewood Drive, а точнее двух режимов Open House Today и Scarecrow The Eight Letters. Если что, извините меня за мой английский язык, я в нём не сильно-то шарю. Так вот, собственно, о концовке. Давайте, наверное, пока мы будем проходить Open House Today. Это небольшое дополнение, где мы можем просто при свете дня погулять по дому, который выставлен на продажу. И вот пока мы здесь будем гулять, давайте-ка по светлому, наконец-то, дому. Давайте-ка последний раз это всё окинем и немножечко порассуждаем о концовке. Скажем так, я о ней уже прочитала, и, в принципе, с моими какими-то предположениями о том, что же здесь всё-таки происходит в игре, всё более-менее совпало, и, действительно, наш персонаж, он ходит постоянно кругами, он пытается вспомнить, что же произошло, и постоянно всё пугается, пугается Линды, потому что он в замешательстве, и, на самом деле, он, именно он поднял куклу, и кукла его прокляла. И, собственно, о, вещей, кстати, нет никаких. Ну да, в принципе, Open House Today всё на продажу, если то вещей здесь и особо не будет. Хотя книги вот здесь, например, уже на месте. Собственно, он, именно, умер, и в конце он осознаёт, он вспоминает, что именно он умер, и что именно Линда убежала, Линда спаслась, Линда где-то жива, вот, а с ним случилась беда, его прокляла кукла, и вот он всё бегает, ходит по кругу, и пытается с этим как-то разобраться. Собственно, в этом и заключается суть концовки. Очень, конечно, своеобразно это всё вышло, и, я бы сказала, странненько в плане того, что во время самой игры нас не то чтобы очень сильно хотели, знаете, как-то держать в курсе событий, и какие-то несвязанные записки зачастую друг с другом зачем-то притащили куклу в дом, потом пытались от неё избавиться, не получилось. В общем, очень-очень-очень всё странно, и постоянные воспоминания о Линде, в общем, нас совершенно не на те мысли, скажем так, настраивает, в принципе. Выглядит, конечно, при свете очень-очень мирно этот дом, и хотя освещение всё ещё не работает, но у нас есть солнышко, все комнаты очень светлые, особенно вот эта зона, потому что, ну вот, я её терпеть не могу, она самая здесь была тёмная всегда. Выглядит в целом дом симпатично, ухоженно. Персонаж только со временем начал осознавать, что же происходит, он начал видеть всякую разную паутину, он начал видеть то, что становилось всё хуже и хуже, и как-то прорывалось в его сознании то, что на самом деле уже дом очень старый, на самом деле здесь всё давно сгнившее, и всё очень плохо выглядит. Собственно, всё это мы должны были, в принципе, понять из прохождения. Но опять же, судя по тому, что я почитала в интернете, далеко не все догадались, в чём здесь дело происходит, и я в целом тоже была в сомнениях, и, наверное, не совсем правильно думала, хотя, если честно, я не очень помню, что было в прошлом видео, и я и наговорила в концовке. Вот. Поэтому такие дела. Мы сейчас всё это побыстренько учить, а бежим. Здесь нас уже ничего больше не пугает, нет никаких больше призраков, даже неизвестно за кого мы в целом играем. А может быть мы вообще за Линду играем, фиг его знает. Кто хочет купить этот домик? Кто хочет сюда вернуться? Кто его знает? Единственное, что я не прочитала, правда, или прочитала, я не помню, но как именно умер персонаж, у меня что-то так и непонятно. То есть его прокляла кукла. А что именно происходило, вот это вот очень интересно, потому что это же как раз-таки самый такой, знаете, сюжет, вот как наш персонаж, получается, сходил с ума. Самое-самое-самое интересное, по сути. Ну, лично для меня было бы интересно чуть-чуть побольше об этом в самой игре узнать, знаете. А не просто увидеть там последние... последние кадры о том, что он взял куклу и всё начало плыть. Всё стало очень-очень плохо. Кстати, часы не идут. А, нет, идут. Но они не идут так быстро, как раньше. Собственно, вот она, наша Линда. Меня смущает то, что они не смогли нарисовать просто картинки, они зачем-то сюда вмешали Real Life. Вот. То есть девушка-то всё милая, оно понятное дело, но... Прям привет из 2007-х! Но! Зачем в игру примешивать? Ну, почему нельзя было? Ну, я понимаю, что 3D-моделька, наверное, тоже бы убого выглядела. Вот, например, если взять White Day, вот, и вспомнить, какие в нём были 3D-модельки призраков, это выглядело всё очень плохо. Очень плохо! И не надо было так делать. Вот. Так что я даже не знаю, как на самом деле лучше вот эти вот вырезанные с ухудшенным качеством и прочим полупрозрачные картинки, которые на нас надвигаются, или всё же что-то именно в игре отрисовывать. Но хотя бы, хотя бы на картинах, пускай это были бы не фотографии. Хотя, по сути, для нас фотографии, наверное, вот отражения здесь реально дубанутые. Хотя для нас, наверное, фотографии, это... Будучи в игре, это как раз что-то странное было бы. Да. Как мы, например, сейчас из реальной жизни видим игру, и для нас это всё не настоящее, то, может быть, и наоборот. В целом, почему бы и нет? Но это ладно, это я уже, конечно, шуткую, но иначе я как-то оправдать это особо всё не могу. Давайте выйдем сюда. Погуляем в последний раз по двору. Кстати, мы можем пройти на кладбище. Давайте, наверное, это и сделаем. Потому что я его тогда так и не смотрела в нормальном освещении. И скоро попробуем поиграть в имитацию Слендера. если мы найдём могилу нашего персонажа. Или нет? На них нихрена ничего не написано. Вот в чём проблема. какие главные памятники. Спиленные. Туда мы уже войти не можем. Хорошо. Могилку не нашли. Вот мне интересно, где, где, где он умер. Как он умер именно? Или умер там мгновенно? Надо будет ещё побольше прочитать. Надо, наверное, даже не описание других людей, о комментариях разработчика по поводу сюжета в этой игре. Надо бы, наверное, сам комментарий разработчика почитать. Тогда мне, может быть, станет яснее всё. Мне, кстати, интересно, что вы сами думаете. Блин, так мило. Там домик и маяк. Классно. Такое прям уединённое местечко. Прикольно. В общем, как-то вот так, господа. Что вы думали сами о концовке? Какие у вас были у самих подозрения? Очень интересно было бы почитать в комментариях и это всё обсудить. Возможно, где-то я была неправа и что-то неправильно у кого-то прочитала или просмотрела. Поэтому я думаю, нам есть о чём поговорить. Ну и давайте прощаться с этим домом и пойдём уже в другой режим, который всё-таки нас, по идее, должен как-то попугать более-менее. Соберём, попробуем восемь записочек, но я на самом деле сомневаюсь, что я соберу все восемь. Честно. За нами будет гоняться пугало. Будет, естественно, ночь. Ну и сколько смогут, столько соберу. Я не буду пытаться собрать все максимально. я не вижу в этом особого смысла какого-то. Найдите восемь скрытых записок. Интересно, когда он начнётся нам бегать. То, что Сандер, например, активировался где-то после первой записки. Приветики. А ещё интересно, у всех они в разных местах хранятся хранятся или нет. Вот. Потому что если да, то это тоже забавно. Ну, поймает он нас и поймает, ну и фиг с ним. Я здесь просто чекаю режим, скажем так. Потому что когда-то я играла в самого Слендера. Это был Слендер Сфудс. И это было достаточно забавненько. В принципе, меня тогда немного напугало. Это одна из первых игр, кстати, на канале. Или даже... Нет, это первая игра на канале, получается. Вот. И она меня достаточно сильно тогда напрягла. Хотя бы у нас, слушайте, нет морального состояния, поэтому уже с этим все попроще немножко. Так, никаких записок не вижу. Пианино иди нафиг. Так. По традиции на Слендера подобные существа нельзя смотреть. Поэтому надо просто стараться выжить. Забавно, что здесь нет ничего. Но самое интересное, что у нас уже ночь. И как бы... Как бы, как бы... Сейчас мы смотрим до конца эту часть дома. Скорее всего, здесь будет записка. Классно, вон, не упали. Слушайте, то, что происходило на протяжении всей игры, сейчас будет походу происходить здесь. Это забавно. Но правда, одни и те же методы попугать меня, это... Зачем? Можно было и заморочиться немножко, что ли. Так, сюда нам рановато. спички. Потому что мы еще не прошли до конца коридор. А если здесь что-то пропустим, это очень плохо. Он еще дышит так. на самом деле дыхание персонажа вот оно самое криповое наверное здесь. А, нашу комнату. Кстати, это забавно начинать не в нашей комнате. Вот опять вот жпговская картинка. Камон. Она не сильно это пугает. темно. 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 Очень, 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 очень темно. Я не нашла еще ни одной собственно. Записки. это прям супер. да пошла ты. Сколько раз можно уже появляться перед моими глазами. не, ну вообще на самом деле она на ментальное здоровье уже не влияет, поэтому мне в целом плевать сугубо. так что тут у нас было. Включаем весь кстати свет, я думаю спички то мы найдем рано или поздно. О, нам поприятнее. Отлично. реально вообще нигде нет, прикиньте. Что за дичь? так. Во. Отлично. Потрясно. Пойдемте знаете куда? На верхние этажи вот в этой зоне. Это будет полезненько. Вообще очень удивительно, что мы еще ничего не нашли. Правда, это очень странно. Так, вот она, да. Вот эта комната. О, батареечки. Чем больше у нас батареек, тем мы больше можем и продуктивнее в принципе обойти за один раз. Я говорю сразу, не ждите от меня, что я это пройду. но в принципе я уже об этом сразу же предупредила, что нет, я не буду проходить это прям полностью, чтобы реально просто пройти. Мне немножко неинтересно. Так. было забавно, реально, когда я найду хоть одну, хоть одну записку. Во! Будьте осторожны. Слушайте, какой-то вот пульс, да, стал почаще в игре. я слышу шорох. Пульс, 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 пьется, пьется, пьется. Становится хуже. не правда ли? Включаем свет, где только можем. Потому что мы еще найдем спички, и потом нам будет очень не хватать всего этого. Там пугало, по-моему, ходит, да? Не оборачивайся на это. Я извиняюсь, если что, я не очень шарю в английском. Или не смотри на это. Окей. Теперь мы можем идти вниз. В целом, можно перейти в ту часть дома, где был переход. Вот он. И тут уже дальше все изучать. Зажигаем максимально свет. так надо. Две из восьми. Отметка, что я здесь была. Я же зажигала свет. фонарик. Интересно, здесь получается большинство будет здесь где-то? Всяких разных... О, еще спички. спички. Еще спички. Что, ничего нет? О! Если ты увидишь, это беги. Три из восьми. Может оно близко? Что это значит? Так. Я думаю, самая хреновая затея Было бы сходить, например, на улицу. Иди нафиг. Я слишком сосредоточена на всем. А почему так мерцает фонарь? А здесь ничего нет. Ну, возможно, он где-то близко. Ладно. Идемте наверх. Блин, у меня еще почему-то рука прям так сильно не имеет в последние пару выпусков, поэтому... Я не знаю. Я не знаю. Как мне с этим всем справиться? Четвертый. Смотри за клоуном. То есть теперь у нас еще и по пугалкам прибавится клоун. Ну, прекрасно, конечно. Не, я не сильно-то против. Глядывайся, наверное. Ну, мы собрали пять из восьми. И я не знаю. Так. Смотрите, прям при нас погас. Он их тушит? Видимо. Там... Что такое? Почему ты так мерцаешь? Ты же полный. Он рядом, да? Интересно, он за домом или в доме? Может быть, он там. Ну, клоун пошел. Ну, привет. На тебе Света немножко... А-а-а, у меня закончились эти. Понятно. Ну, привет. Так. На улицу идти, наверное, вообще сайт ставил. А где? Ну... Там мы все обошли. Вроде. Все-таки пять штучек и я нашла. А дальше-то что? О! Шестая. Вот. Это становится ближе, да? Я же правильно перевожу. О! Я заберу тебя. Что-то мерцает фонарик, как будто он очень рядом. Ладно, ищем дальше. Вот сюда, по-моему, да, не ходили? Переходили. Блин. Да, ходили. Блин, в одной комнате аж два нашли. Какие-нибудь... Где, может быть, последние? Значит, это все-таки звук от него. Класс. Ну, это не честно. Это не честно. Потому что... Просто открываешь дверь, и вот он, клоу. Ну, ладно уж. Не собрали восемь записок, но на режим посмотрели. В принципе, забавненький. Кстати, скажите, прошли ли вы его? Потому что, может быть, он вообще непроходимый. Не знаю даже. Ну, в целом, я не могу сказать, что мне эта игра прям вообще не понравилась. Но геймплейно, да, не понравилась. Это да. Но при этом сам по себе сюжет такого вот именно типа блуждания с поисками самого себя и с намеком на какую-то такую психологическую, знаете, хоррорную составляющую, мне вот это нравится. Вот. В этом плане игра мне понравилась. Но, опять же, подача сюжета достаточно плохая. То есть ты, в принципе, ты всю игру, ты не знаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь, для чего ты делаешь. А когда это накладывается на хреновенький геймплей, вот, который только иногда становился хоть капельку интереснее, и когда нам буквально в некоторых уровнях персонаж как-то соображал, быстренько достаточно что-то говорил, и мы, допустим, шли там куда-то на улицу в первый раз изучать, да, или на кладбище. Это же интересно, это прикольно. Но, опять же, когда ты это делаешь 30 дней подряд, вот, из которых только вот, ну, наверное, дней 5 каких-то было действительно интересных, а, собственно, ну, такое, наверное, все-таки это очень солиденькая игра. Вот. Не совсем то, что я люблю. Вот. Мне не хватило сюжета подачи. Да, несмотря на тот факт, что сама, ну, вот, после прочтения сам сюжет мне, в принципе, нравится. Вот. Я его одобряю. Но то, как это все сделано, это было очень, ну, на отвале, будто бы им бы хорошего какого-нибудь сценариста. Что ж, это было забавно. Тем не менее, я не жалею, что я прошла. Это был интересный опыт и весьма, весьма любопытный. Я редко играла в такие игры, и почему бы и не попробовать что-то еще новенькое для себя, тем более, что, в принципе, ну, не настолько уж оно и плохо. было. Ну, разве что геймплейное. И, в целом, напрягать зрение меня... Меня напрягло напрягать зрение, скажем так. Но, в остальном, спасибо за совет ее пройти. В целом, я какой-то, наверное, мазохистический кайф от нее все-таки получила, поэтому все, в целом, было не зря. Что ж, ребят, я буду ждать ваших версий событий, если они имеют место быть в целом в этой игре. Я почитаю еще дополнительно комментарий разработчика. Я больше не буду возвращаться в эту игру. По-моему, там еще была какая-то часть, то ли модификация, то ли еще что-то. Потом посмотрю, полазаю. Если что, напишите в комментариях, они как-то подробнее. И я потом посмотрю, что это такое. И проходили ли вы, есть ли там какие-то отличия. Собственно, спасибо вам огромное за просмотр, особенно тем людям, кто досмотрел все прохождение до конца, потому что вы, наверное, герои, потому что смотреть на картинке, в принципе, постоянно черный экран, наверное, не очень там было интересно. Но, тем не менее, тем не менее, мы это сделали, мы это побороли, и я вам всем благодарна за это. Подписывайтесь, ставьте лайки, ребят, и увидимся с вами уже в других играх. Всем пока-пока и до встречи.